Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Рекордное количество заболевших. В регионе выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. 49 человек. Это жители Самары, 25 в Тольятти, по 4 человека в Кенеле и Сызрани, трое в Челновершинском районе, по два в Волжском и Ставропольском, по одному в Новокуйшевске, Жигулевске, Октябрьске, Чапаевске, а также в Исоклинском, Безинчукском, Кенельском и Кенельчеркасском районах, Шанталинском районе. 26 пациентов контактировали с уже инфицированными. 17 в Самаре, по 3 в Тольятти, Челновершинском районе, по одному в Октябрьске, Кенеле и Безинчукском районе. 72 человек. Коронавирус подтвердился после обследования с диагнозом вне больничной пневмонии или ОРВИ. Получается, что у нас в регионе новый вирус зафиксирован у 1666 человек. От коронавируса вылечились 419 пациентов, 11 зараженных, увы, скончались. Между тем, в Самарской области в 4 раза выросла заболеваемость с пневмонией. На данный момент зарегистрировано более 1000 случаев воспаления легких, тогда как средний многолетний показатель составляет 251 случай. В последний месяц все большее количество случаев коронавируса выявляется именно при обследовании пациентов с пневмонией и ОРВИ. Отмечается, что каждые 7-8 дней формируется прирост случаев заболевания, что в свою очередь дает расширение числа контактных лиц. В России назначены дополнительные единовременные страховые выплаты медперсоналу. Это касается врачей, младшего персонала, водителей скорой помощи, тем, кто непосредственно работает с пациентами, у которых выявлен коронавирус или имеется подозрение на инфекцию. В случае смерти медработника из-за заражения, полученного на работе, его семье будет выплачено 2 миллиона 752 тысячи рублей. При получении инвалидности из-за перенесенного коронавируса от 680 тысяч до 2 миллионов рублей. При временной потере трудоспособности без наступления инвалидности – 68 тысяч рублей. Та медицинская организация, которая диагностирует у медицинского работника диагноз ковид, она сразу же незамедлительно информирует как работодателя, так и фонд социального страхования. Работодатель, в свою очередь, в течение суток создает врачебную комиссию для расследования и рассмотрения этого случая. Обязательно должна быть установлена связь заболевания с исполнением его трудовых обязанностей. Обязательно должен быть подтвержден контакт с инфицированным пациентом. По результатам рассмотрения этого случая оформляется документ, справка, и эта справка в течение суток передается в фонд социального страхования. Мы, соответственно, также назначаем выплаты и не позднее следующего рабочего дня производим эти выплаты. Работники первичного звена системы здравоохранения получат единовременные региональные выплаты. В эту категорию входят бригады скорой помощи, сотрудники поликлиник, приемных отделений, больницы, ФАПов. Между тем, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с представителями медучреждений, которые стоят на передовой в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Обо всем по порядку в нашем материале. На встрече откровенный диалог. Вопросы у сотрудников скорой возникли по ряду начисления федеральных надбавок за работу с больными COVID-19. Медики отметили, им важно понимать, что все выплаты дошли до получателей. И ни один сотрудник, которому они полагаются, не остался без назначенной президентом поддержки. В рабочую группу, созданную накануне по предложению губернатора, вошли заведующие подстанции скорой помощи из разных городов Самарской области. Врачи, фельдшеры, водители и представители профильных ведомств. «Коллеги, вас попрошу эти вопросы, которые есть в коллективе, их, конечно же, направлять в состав рабочей группы, чтобы здесь заранее отработаны, они были обсуждены и принимались решения, выносились, допустим, на... Вы стали центром подготовки принятия решений». Губернатор подчеркнул, сегодня самое главное – обеспечить честное и достоверное предоставление информации всем медработникам о том, каким образом производятся начисления федеральные и региональные. Он также отметил, создание рабочей группы – это правильный шаг, который позволит дать ответы на существующие вопросы. Участники встречи рассказали о том, как обстоят дела на местах. «Обстановка по Тольятти. Работает 10 ковидных бригад. 146 человек, которые в штате этих бригад, получили все выплаты. Вот один из представителей как раз со мной приехал. По 484 и по 415 постановлению. Конечно, проблемы есть, но проблемы рабочие». Аналогичная ситуация и в Сызрине. Все те, кто контактировал с зараженными ковид-19, выплаты получили. Глава региона подчеркнул, дополнительную нагрузку несут все сотрудники скорой, поэтому утверждена единовременная региональная выплата всем, без исключения работникам первичного звена. «Региональные выплаты – это, конечно, хорошо. Спасибо. Это будет поддержка для медицинских работ, в том числе для тех, например, водителей или санитарок, которые не попадают в зону действия 415 постановления». Главный вопрос, который всех беспокоит, это то, каким образом проверить честность начислений. В ходе встречи было принято решение о том, чтобы рабочая группа делегирует несколько представителей для того, чтобы вместе с региональным Минздравом проверить корректность всех начислений сотрудникам скорой. Такая возможность будет обеспечена. «Спасибо, Дмитрий Игоревич, что вышел с нами на связь. Мы надеемся, что рабочая группа позволит нам дальше работать в этом плане. Я хотела бы сказать, что, конечно, и региональные, и федеральные выплаты – они очень важны, они очень важны людям. Это стимулирование будет для развития скорой помощи, для увеличения количества бригад». Участники встречи отметили разговор, вышел конструктивным. Рабочая группа продолжит работу. В Самаре на железнодорожном вокзале полицейские проверили соблюдение масочного режима. Напомню, в регионе продолжается самоизоляция. В общественных местах необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Обо всем по порядку в материале корреспондентов «Самарского телевестника». На перроне немноголюдно. Пассажиры ожидают электропоезд. Здесь и молодежь, и люди старшего поколения. Людмила Потапова в Самару приехала по неотложным делам. Перчатки и маска всегда при ней. «Я ношу ее с самого начала. Как объявили, что надо носить маски, так и ношу. Почему? Потому что у меня проблемные легкие, и поэтому мне болеть нельзя». Сотрудники транспортной полиции проверили соблюдение масочного режима. Его ввели в регионе с 1 мая. Большинство жителей к этому отнеслись с пониманием. Впрочем, в ходе проверки на перроне ЖД вокзала маски оказались не у всех присутствующих. С такими пассажирами полицейские проводят разъяснительные беседы. А если у человека не оказалось при себе маски, выдают ее. «В каждом подвижном составе на пунктах оборота производится обеззараживание поверхности, куда касается рука человека. Это поручни, это подлокотники, это сиденья. При заходе подвижного состава в депо производится тотальная обработка салонов электропоездов. На сегодняшний день пассажиры у нас преимущественно не ездят в масках. На вопрос, почему не выполняется масочный режим, который указал губернатор Самарской области, ответы разные. Меня это не коснется, я здоров, это мое дело, но маска лежит в кармане». С 14 мая движение электропоездов осуществляется по прежнему расписанию, хотя из-за пандемии пассажиропоток существенно сократился. Наполненность поездов от 5 до 40%. Пассажиров при этом просят соблюдать дистанцию и не пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Екатерия Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Последние звонки в регионе перенесли на август. Точная дата будет определена исходя из эпидемической ситуации в регионе. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По рекомендации Роспотребнадзора поступило много просьб от выпускников и родителей не переносить последний звонок в онлайн-формат, сохраняя традицию праздника и встречи расцвета на берегу Волги. Также стоит напомнить, что закончат учебу в этом году старшеклассники 30 мая, ученики 5-8 классов 26-27 мая. В зависимости от расписания школы, а для начальных классов каникулы начнутся 25 мая. В Самарской области предложили перенести летнюю оздоровительную кампанию. С такой инициативой выступила главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова. В регионе сейчас начинают понемногу вводить смягчение режима самоизоляции, однако существенного снижения числа заболевших пока добиться не удалось. Вопрос о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании пока остается открытым. Окончательное решение еще не принято. Более того, стоит напомнить, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что власти могут ужесточить режим снова, если введенные ограничения не будут исполнять на местах. Конкретика. В регионе действительно могут ужесточить режим ограничений. Это связано с тем, что угроза распространения коронавируса еще не миновала. Ведь ситуация по городам и районам неоднородная. И где-то местным властям не удается поставить надежный барьер новой инфекции. Об этом говорили на оперативном штабе. Также власти муниципалитетов должны следить за работой торговых предприятий. В частности, как они соблюдают санитарные требования. В Самаре вновь низкий индекс самоизоляции. После полудня он составил лишь 1,3 балла. Люди все чаще выходят на прогулки. Наши корреспонденты спросили у прохожих, ждут ли они полного снятия ограничительных мер. Ждете окончания режима самоизоляции? Да надо бы. Почему? Да на природу. Конечно, ждем. Работы нет, когда начнется. Вам неизвестно, когда это все кончится? Побыстрее бы кончилось. Да нет, ну как бы нормально. Все в норме. Конечно, ждем. Почему? Потому что надоело маска, дома сидеть надоело. Это уже дома сидишь, это голова болит. На улицу вылежь, в обморке падаешь. Ну я-то не падаю в данном случае. Так что быстрее бы это все кончилось. А что? Почему? Да надоело дома сидеть. Обязательно. Потому что, чтобы дети учились, в садике были. Раскрыли кражу за несколько часов. В Кубишевском районе неоднократно судимый вор проник в квартиру через окно. Он украл у спящих хозяев телефонный планшет. Утром те обнаружили пропажу и вызвали полицию. Вскоре злоумышленник был задержан. Этого задержанного в отделе полиции Кубишевского района приняли как родного. Он не в первый раз совершает здесь квартирные кражи. И вот опять. За что задержаны? Кражи. Как совершили? Насколько. Ну что сделали, скажите? В окно залез и украл. А что забрали? Три фона. Признаете совершенным, что ли? Обязательно. Ранее судимы? Очень много. Хозяева квартиры на ночь открыли окно, чтобы их кот мог выйти погулять по окрестностям. А жили они на первом этаже. Перед сном открыли окно. Благополучно легли спать. Утром проснулись и обнаружили, что отсутствуют гаджеты, которые лежали на кухне. И благополучно с вором ушли. Я не ожидала, что так быстро будет пойман преступник. Приблизительно, да, ночью это случилось, всего 7 утра. Мы вызвали наряд полиции. Через несколько часов дозреваемый уже, насколько я знаю, был в участке. Оперативники уголовного розыска сработали быстро. Хотя для этого, конечно, надо знать обстановку на территории обслуживания. Операм поступила информация, что недавно из мест лишения свободы освободился местный житель, который как раз имел такой преступный почерк. Проникать в окна, пока хозяева спят, и красть вещи. Так и в этот раз поступил. Вечером проходил мимо дома, видел, что в окне горит свет. Было довольно-таки уже поздно. В 2-3 часа ночи подождал, когда люди уйдут спать. И после этого проник в окно, которое не было закрыто. Зачем ему нужно? Наркотики, алкоголь. Что он хотел? Ну, как он поясняет, нужно было на жизнь. Когда оперативники пришли к нему, даже отпираться не стал. Похищенный отдал телефон и планшет скоро вернут владельцам. Пока они являются доказательствами по уголовному делу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт А. Был задержан житель города Самары, 1960 года рождения. Теперь вор снова отправится в места лишения свободы. Хотя для таких персонажей это уже совсем не страшно. Он там провел долгие годы. На воле у него нет работы, хорошей жизни. А за колючкой привычный мир, питание, распорядок дня. Потому и не отпирался особо. Да тут еще и это самоизоляция. Так что, как говорили в известной комедии, украл, выпил в тюрьму. Романтика. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программу можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте. ГСЛИМАНСКИЙ.РУ Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще на Яндекс.ТВ, на Пирс.ТВ и в мобильном приложении СКА-24. Там есть онлайн-трансляция телеканала и последние новости. Мы с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи.